Спортивный зал 22-й школы Химок. Именно здесь произошел неприятный инцидент, который получил широкое распространение в интернете. На уроке физкультуры первоклассник Иван Орлянский получил травмы. Ситуацию в социальных сетях описали так. «Мой ребенок был сильно избит своими одноклассниками прямо во время урока физкультуры. Мы были вынуждены обратиться в травмпункт». Родители первоклассника обвинили в произошедшем учителя физкультуры. А неуверенно некорректное высказывание преподавателя спровоцировало нападение на ребенка. «Она подошла ко мне и сказала, что это человеческое мясо, давайте отрежем ему ногу и съедим. И все дети накинулись на меня». Родители мальчика написали заявление в прокуратуру. «Позвонила супруга, она была на работе и сказала, что нашего Ваню сильно избили. Я был в шоке, я ничего не понимал. Я говорю, как избили. Я вот только что с ребенком разговаривал, вроде все нормально. Говорит, он тебе много чего не сказал. Ну, после, соответственно, его осмотрели на лицо с отречением мозга. Ребенок был в подавленном состоянии». Волнение среди родителей дошло до администрации химок. Глава округа Дмитрий Волошин приехал разобраться в ситуации лично. Провел беседу с директором и преподавателем школы. Оказалось, учитель работает в этом образовательном учреждении уже больше 10 лет. До этого эпизода никаких проблем не было. Дети, в том числе Ваня, любили уроки физкультуры. Однако руководитель муниципалитета заявил, что этот инцидент должен быть рассмотрен со всей строгостью. «Может начаться цепная реакция. Мы просто не удержим физически. Никогда нельзя это отпускать. Нам такие люди не нужны в нашей городской. Мы же будущее воспитываем через детей. Какое мы будущее воспитаем?» «У меня волнуют все дети в классе тоже». «Да, поэтому этот вопрос другой. 30 тысяч детей, 2000 учителей и вот такой случай. Но это фактор. Ну, это фактор ее». Человеческий фактор. Этот вопиющий случай – редкость. «Если учитель позволяет себе по отношению к ребенку невежливое, неуважительное отношение, его поведение тут же начинают копировать и дублировать, и провоцировать дети. Это очень опасная тенденция». Родители уже потребовали увольнения учителя, но к самой школе претензий не имеют. «Ну, какие могут быть претензии к детям и к родителям? Родители также переживают и, судя по написанному, они просто в шоке от того, что случилось. Я прекрасно понимаю, что они также в глубине души думают, а что если бы мой ребенок стоял на этом месте, на месте Вани? Я представляю, что он перенес». Сейчас точно известно одно – преподаватель написала заявление на увольнение и признала грубую ошибку. Как будут наказаны виновные, разберутся правоохранители. Алена Беляева, Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.